В России отмечают День семьи, любви и верности. По традиции в этот день поздравляют самые крепкие семьи супругов, проживших вместе долгие годы. По этому случаю наш корреспондент Анжела Гасанова пообщалась с людьми, у которых, несмотря на все препятствия в жизни, огонь домашнего очага ярко горит и даже спустя долгие годы согревает своим теплом всех вокруг. О секретах семейной счастливой жизни в нашем сюжете. Ханума Магомед Мерзажанова из Кайтакского района в прошлом году отметили большой юбилей – полвека совместной жизни. За это время супруги воспитали десятерых детей, уже подрастают внуки и правнуки. Магомед увидел будущую жену на большом празднике в селе и уже не смог выбросить ее образ из головы. Тем же вечером узнал, кто родители и где дом прекрасной незнакомки. Попытался поговорить. Пошел с соседнего двора, взял лестницу, поставил, перелезли через крышу. Поднял лестницу, спустил их двор, через это пошел к ней. Я постучался, открыли дверь. Я говорю, у тебя есть, которое в твое сердце прилежит или вот такое. Хочешь, говорю, за другого замужу идти? Нету, говорю, у меня. Если нету, говорю, я хочу засватать тебя. Родители ударили по рукам. Сватовство состоялось. Но Ханум была еще слишком мала для семейной жизни. Тогда девочка училась в восьмом классе. Будущего мужа боялась, старалась избегать встреч. Посмотрю, через вот такой большой, над речкой, труба была большая. Через трубу он приходит ко мне. Халун, подожди, подожди, я с тобой хочу разговаривать. Один слово хочу сказать. Нет, я бегу, эти коровы тоже за ним, я тоже бегу. Убирайся к черту, говорю, я домой пошла. После свадьбы Горянка привыкла к мужу, полюбила его. Мирзажановы живут счастливо. А секрета никакого нет, говорит Ханум. Главное – любить. Сначала мужа, потом детей. Бабушка вспоминает, как холодными зимними вечерами она прижимала младенцев к себе, чтобы согреть. Так и засыпали. Самая старшая в семье – Мадина. Именно она помогала с хозяйством и успевала нянчить малышей. Если, например, в семье нет любви, понимания, терпения, семья не будет. Надо прощать друг друга, уступать друг другу в чем-то. На недостатки не обращать внимания. Череда удивительных случайностей или судьба свели другую счастливую пару 27 лет назад. Наталья Алисултан-Кочелаева живут в Казбековском районе. Наталья родила в семье военнослужащего. С родителями часто переезжала. Азербайджан, Украина, Германия. А потом поступила на факультет иностранных языков в Ульяновске. Однажды, прогуливаясь около своего университета, она встретила Алисултана. С тех пор они вместе в горе и в радости. Сейчас у них четверо детей. Алисултан перевез семью в родное село в 2002 году. Родные мужа полюбили Наталью с первого взгляда. Папа спасу, когда мы зашли. Кто это? Я говорю, Наташа. Наташа говорит. Он засмеялся и всё. Здесь вот живу с ощущением, что у меня есть семья действительно большая. Каждая из них мне поддержка, мне опора во всём абсолютно. Наталье в Дагестане понравилось. Она считает, что нет разницы, где жить. Если тебя окружают любимые люди, значит, всё сложилось как надо. С рождением первого сына она выучила аварский язык и говорит на нём не хуже мужа. Старшему сыну Наталье Алисултана 19 лет. Юноша занимается вольной борьбой. Вдохновляет папа, многократный чемпион всероссийских и мировых соревнований. Младшие мальчики и даже дочка тоже увлекаются спортом. Самый молодой в этой семье Усман. Его назвали в честь дедушки. Алисултан шутит, что он уникальный ребёнок. И борец, и певец. В нашем горном Дагестане люди разные живут. Много песен, танцев знают. Память предков берегут. Високо парит орлица, коры к небу прямо льют. Каспиарка серебрится. Здесь костей желанных ждут. А ещё Усман помогает маме на кухне. Когда она готовит курзе, сын всегда рядом, лепит пельмени. Качалаевы говорят, что секрет счастливой жизни прост. Нужно делать добро друг другу и уважать всех, независимо от возраста. Алисултан, например, отец строгий, но голоса на родных никогда не повысит. Всё строится на уважении. Нужно уважать друг друга, семью, язык, обычаи, традиции. Если есть уважение, всё остальное тоже будет. И будет и любовь тоже. Потому что она не разобьётся от какие-то разговоры лишние, об быт, а что-то ещё. Но уважение я пытаюсь строить свои отношения внутри семьи и учу тоже этому детей. Большая дружная семья в Кизелюртовском районе окружает любовью и заботой дедушку Сурраката Магомед Шарипова. Сегодня ему исполнилось 87 лет. У него было крайне тяжёлое детство. Совсем мальчиком. Он остался круглым сиротой. С 10 лет Сурракат работал, не покладая рук. А в 19 дядя женил его на 16-летний Хайрат. Они так сильно полюбили друг друга, что их пару ставили в пример всем сельчанам. Сурракат был её героем. Когда они были в сад, они в горах, и он тоже за дровами шёл, они тоже, наверное, за дровами шли. И купались они там. А потом все разбежались, видят, медведь идёт. В 40 лет после продолжительной болезни Хайрат ушла из жизни, но успела родить мужа восьмерых детей. Старшая дочь Сайхат, насколько могла, заменила младшим мать. Она и похожа на неё больше всех остальных. Со временем Сайхат развернула кампанию по поиску мачехи. Так в жизни большой семьи появилась Аминат. Восемь неродных детей – это не шутки. Но она не испугалась. Со всеми поладила, каждого полюбила. Дети и сами её берегут, как родную. Аминат с Сурракатом живут в любви и уважении друг к другу уже 35-й год. Она подарила ему ещё одну дочь. И сколько раз пошёл? Немного. 24 раз. Не один раз вот эта женщина. Почему ты идёшь? Почему ты деньги тебе испортишь? Зачем идёшь? Никаких-никаких ничего не сказал. Хадж Сурракат Магомед Шарипов совершил 24 раза. Его главная мечта – снова попасть на священную землю. Вся семья ждёт, когда пандемия закончится, чтобы он снова смог совершить долгожданное паломничество. Любите дедушку? Да. За что? За то, что он хороший. Да. 13 внуков и 7 правнуков. Всеми дедушка гордится. Он для них мудрец, которого они всегда внимательно слушают. А он вместе с ними проживает детство, которого сам когда-то был лишён. Анжела Гасанова, Любава Маслова, Гаджи Магомедов, Саид Кутиев, Камила Раджабова. Время новостей.